Нам удалось попасть вот в этот самый госпиталь, куда сразу после теракта привезли 30-летнюю москвичку Катерину Хоменко. У нее прострелено правое легкое и плечо. Всю ночь тунистские врачи боролись за жизнь девушки. Сейчас ее состояние стабильно. Катя рассказала нам о том, что они с мамой находились на пляже, потому в нее попала одна из первых пуль, выпущенных террористом. И там же на пляже остался мобильный телефон Кате, потому все это время она не могла сообщить своему отцу, что жива. А он места себе не находил и не мог найти свою дочь, потому что его жена и дочка вообще не должны были находиться и отдыхать в этом отеле. Их привезли туда по ошибке. И вот буквально только что Николаю Хоменко удалось дозвониться до своей дочки, до своей Катеньки. У нас есть возможность послушать, о чем они говорили. Алло, папа. Алло, Катюш, как ты себя чувствуешь, доченька? Там ночью нормально, я маму потеряла, я не знаю. Я знаю. Ты где находишься, в каком отделении-то? Ты не в реанимации, а вот такой уже? Я не знаю. Не знаешь? Ясно. Ну все, держись, Катюша. Все, значит, я завтра тогда это самое, я сам прилечу. Давай, доченька, давай. Все, пока. Ну вот, наконец, смог отец поговорить с дочерью, но все-таки мы хотим знать хоть какие-то детали, проясняются, что известно о пропавшей Катиной маме. Ты знаешь, Вадим, Катина мама Татьяна Хоменко до сих пор числится пропавшей без вести. Катя рассказала, что сразу после ранения она потеряла сознание, поэтому просто не могла увидеть, куда увезли ее маму. И вот сегодня девушка узнала о том, что обнаружено неопознанное тело женщины. Но Катя продолжает надеяться, что это не ее мама, и что ее мама жива. Вадим? Ну, мы тоже все на это надеемся. Свет, и последнее, о чем хочу спросить, неужели после всего этого кошмара там еще остаются туристы, или все-таки сезон Туниси можно считать закрытым на этом? Да, Вадим, Тунис, наверное, потерял всех туристов, потому что сегодня, когда мы прибыли в аэропорт, мы были чуть ли не единственными в зале прилета. Зато зал вылета просто переполнен. Туристы со всего мира пытаются вылететь домой любой ценой, но сделать это не так уж и просто, потому что авиакомпании просто отменяют все рейсы, а некоторые чартеры разворачивались в небе, когда приходила новость о теракте. Имея в виду такую ситуацию, например, правительство Словении направила свой правительственный борт, чтобы забрать, эвакуировать своих туристов. То же самое собирается сделать и Бельгия. Будут ли эвакуировать российских туристов, пока неизвестно. Они не очень-то говорят с желанием прекратить отдых, прекратить свой отпуск, потому что вот вчера, сразу после нескольких, после нескольких часов после теракта, их видели на том же самом расстрельном пляже. Они пытались туда проникнуть и продолжить веселье. Вадим? Ну, понятно. Спасибо, Свет.